Доброе утро коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 28 августа, последняя неделя лета и давайте посмотрим с чем у нас открывается текущая неделя. Начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу, во второй полной торговой сессии мы увидели достаточно мощный импульс, после которого евро прошел порядка 130 пунктов, а вообще движение за день было порядка 170 пунктов. Но как мы видим, тенденция пошла в сторону как раз основного тренда, куда мы и отмечали движение ранее. Была преодолена целевая область 1.1880 и доходили уже, можно сказать, сегодня с утра до отметки 1.1958. Тенденция на укрепление евро по отношению к американскому доллару на текущий момент также остается актуальной. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели в пятницу. Это отметка 1.1772. Пара британский фунт и американский доллар. Если по евро мы видели довольно-таки мощный импульс, после которого были преодолены целевые уровни, то по паре британский фунт здесь все только начинается. Ближайшая цель по восходящему движению находится в области 1.3244. Ну а в пятницу на прошлой неделе мы также выделили закрепление выше целевого уровня, который находится на отметке 1.2835. Это максимальное значение, которое было 24 августа. И на текущий момент завершение нисходящего как раз движения в рамках часового таймфрейма и начало тенденции восходящей уже актуально по данному инструменту. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были в пятницу. Это отметка 1.2791. То есть если говорить о продажах по данному активу, то они будут иметь место только после ухода ниже минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе по паре британский фунт. Австралийский доллар и американский доллар также продолжают укрепляться. В пятницу были преодолены целевые области отметкой 79.20. Было закрепление выше этого уровня. Напомню, что это было максимальное значение, которое мы видели 24 и 23 августа. И на текущий момент тенденции на укрепление австралийского доллара будет в приоритете. Ближайшая цель это закрепиться выше отметки 79.60. Ну а уже после прохождения данного уровня целевая область находится на отметке 0.80. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели на прошлой неделе в пятницу и в четверг. Это область 0.7881. Опять же, если говорить о продажах по данному активу, то они вновь могут быть актуальны, но только после ухода ниже отметки 78.80. Пара американский доллар и японская иена. На текущий момент находятся в восходящем движении, которое мы можем отметить в рамках часового таймфрейма. Но пока больше это похоже на боковик. По всем другим инструментам мы видим, что доллар ослабляется, поэтому и по данному активу мы также можем ожидать ослабления доллара. Но подтверждение будет только в том случае, когда американский доллар и японская иена сможет закрепиться ниже отметки 108.83. Вот отсюда уже можно рассматривать продажи в сторону также более крупного тренда, который мы отмечали ранее. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. В пятницу также были обновлены локальные минимумы. Сегодня с утра уже торгуемся вблизи данных значений. Это отметка 1.2460. И тенденция на ослабление также продолжается. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые мы видели в пятницу. Это отметка 1.2539. По паре евро-фунт тенденция на укрепление продолжается. В пятницу также мы обновили локальный максимум, доходили до отметки 0.9267. И тенденция на укрепление евро по отношению к британскому фунту также остается в приоритете. Данная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Возврат к продажам и попытки начала нисходящего движения мы сможем увидеть только после закрепления ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. И в четверг это область 91.80. По золоту мы видели в пятницу попытки пробить минимальное значение, которое было 24 августа. Но фактически это не удалось на тот момент. Мы видели одну свечу, которая ушла за уровень. Затем следующей свечой мы вернулись обратно в диапазон. И фактически этот сценарий и данная модель отменяет пробитие. Ну и собственно все осталось в рамках того восходящего тренда, который был отмечен ранее. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться выше уже отметки 1300 долларов за тройскую унцию. По нефти марки Brent мы видим также торговлю в достаточно узком диапазоне. Ближайшая цель по восходящему движению, которое на текущий момент остается в приоритете в рамках часового таймфрейма, это движение в область 5307 и закрепление за данным значением. Возврат к продажам, а значит и возврат уже к основному тренду, который мы отмечаем по нефти, может произойти уже после закрепления ниже отметки 5195. Это минимальное значение, которое мы видели в пятницу. Ну и по индексу DAX. Сегодня с утра индекс DAX уже торгуется вблизи минимальной значения, которую мы видели в пятницу. Сейчас цена уже 12122 и на текущем момент тенденция на ослабление вновь приобретает вес по данному активу. Ближайшая цель по нисходящему движению, это область 11919. Возврат к покупкам, а соответственно и продолжение восходящей тенденции будет актуально вновь, если индекс DAX сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Это область 12270. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда, ваши вопросы вы можете писать под этим видео, присылать мне на почту, так как сегодня, как и каждый понедельник, в 19.30 состоится вебинар, на котором мы более детально разберем все инструменты, и я отвечу на ваши вопросы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, и увидимся уже на следующих вебинарах. Также всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо и до свидания.